Бывают же такие дни, как говорят, не всё коту масленица. На неделю уезжала, потом две недели дожди. В общем, в сад не выходило три недели. Нужно косить. Сегодня не было целый день дождя, но целый день не было света. А у нас, если света нет, у нас и воды нет. Вот такая травища. Подёргала, побросала, думаю, я сейчас косюкой, тачкой всё соберу. Вот такая травища. Всё в зарослях. Этутья перед дождём успела чуть-чуть скосить, это дня четыре назад. А дальше нет. А у нас по такой траве ходить невозможно. Вернее, ног под собой не чувствуешь, ни ног. А тверди нет. Она настолько густая, что как по подушке ходишь. Ну, по подушке это хорошо, когда отдыхаешь. А когда там два ведра несёшь или чего-нибудь, в общем, неудобно. Нога проваливается. Ну, всё ощущение очень приятное. Как в болоте. А ещё у нас росы. Чё до 12 трава мокрая. И вот приходится ходить, как цапля. Надо ноги высоко поднимать, чтобы вода в галошь не попала. А утро так начиналось за две недели. Первый раз. Нет дождя, солнышко. Сейчас дома я быстренько в магазин сбегаю на почту. Как раз просохнет и косить. Ну, вот бывает же. День, ну, не задался. Изначально. Пришла на почту. Почта на стеж открыта. Никого нет. Сидела, сидела. Наверное, полчаса. Всё журнал у неё перечитала. Ой. Ну, в общем, потом подошла. Потом денег нету. Разменять, вернее, нету. В магазин. Из магазина, в магазине света нет. Другой магазин. Воды нет, потому что у нас воды нет. Воду все бутылированную разобрали. Присылось в дальний магазин за этой водой идти. А вчера грибов набрали. Да такие хорошенькие подберёзовички. Ох, думаю, я насушу. Ну, вчера немножко на ночь выключила сушилку. А сегодня света нет. А они все испортятся. Потому что они как бы подвялили. А света нет. У нас, наверное, долго это будет. Расширяет М9. Там меняют столбы на трассе М9. И вот пока они это всё не зако... А трасса длинная. А дороги у нас строят долго. Это бы сколько же будем мучиться. Без света. Нет, ну у нас света нет, если... То и воды нет. Потому что скважина. А потом там что-нибудь с насосом случится. А потом свет дадут. А воду так и не дадут. Ягоды собрать. Так всё равно ничего не сделаешь, пока воды нету. Ой, супчик грибной хотела сварить. Помыть нечем овощи. Холодильник целый день не открываю, чтобы не разморозился. Пришла из магазина, купила... Ну, маленькие сливочки были. Ой, думаю, ладно, сейчас я сливки с малиной перекушу. Ой, нет, чтобы сначала малину покидать. Нет, я сначала сливки вылила. А потом туда давай малину закидывать. Где-то на середине этого процесса... Ой, плавает уховёртка. Как она в малину забралась. Ах, повздыхала, повздыхала. Ну, что делать? Вылила. Знаю же, что не смогу выпить. А прогноз у нас примерно так. День солнышка, день дождик. А вот если завтра или сегодня ночью дождик, то я вообще не представляю. Для меня козьба – это самое главное. Во-первых, мне это тяжело. Потом, когда не скошено, такое ощущение, что как будто убираешься, убираешься, а пока полы не помоешь, то ощущения порядка нету. Они так часто стали отключать воду, то у них там рассос, то ещё чего-нибудь, то из-за цвет, что я даже не успеваю набрать воду. Ой, в баню надо воды набрать. В середине дня подбежала к счётчику. Вроде бы дали. Ой, ну ладно, думаю, воду я купила, овощи как-нибудь помою. Супчик-то надо сварить. Ой, пока бегала туда-сюда, свет опять отключили. Ну, грибы пропали. Ой, а такие грибы были хорошие. Это столько времени на них ушло. Ну, собирать-то это удовольствие. А вот чистить... Эх, весь вечер чистила. Ну, те, которые в сушилке тоже, наверное, пропадут. А когда настроишься на что-нибудь одно, целый день как-то у меня всё нескладно. А эти столбы на трассе, это действительно надолго. А безиновый я косить вообще не могу. Я и триммером-то уже косить не могу. Только за баней и перед домом там где-то... Через раз. И ягоды пропадут. В принципе-то я не очень так много хотела варить, но что-нибудь-то я всё равно хотела сделать. Нет, дело-то навалом в саду, кроме гозьбы. Но просто, когда настроишься, лучше бы я сразу в огород пошла. Весь огород зарос во время дождя. А у нас интернета нет с этими столбами. Что-то это 29 июня. Может, там звёзды как-нибудь не так сошлись. С утра мурки. Один пакетик открыла эта соседская кушка. Она ко мне приходит, как на дачу на лето. Второй пакетик. Ну, какие в магазине есть, такие и покупаю пакетики. Не ест, фыркает. Лариску встречаю. Говорю, Лариска, твоя мурка ничего не ест. Ну, говорит, не знаю. Ест всё, что не приколочено. А у меня вак облучивается. Вот шланги сложила, думаю, косить буду. Уже обратно их, что ли, разматывать. Что за день такой? Пошла в теплицу. Половина помидоров. Ну, не половина, конечно. В общем, вся почикала. Ну, нету света. Срезала все. Ну, не все, в общем, подряд почти. То, что большие кисти, чтоб не оторвались. А то, думаю, ещё и томаты поломаются. Вот не ест. Отчего-то всё время просит. Мне сказали, что вы едите всё подряд. А на томатах ещё какие-то на листочках отважности какие-то пятна появились. Ну, вот. Какие-то тучки набегают. Ну, думаю, да. Обработать. У меня триходерма был пакетик. А воды-то нет. В общем, ту бутылку с водой, которую я кое-как притащила из магазина, пришлось налить в опрыскиватель. Из бучки у нас из-за этой берёзки там всё время семена плавают. Не процедишь. Девять минут сплошного пессимизма. Хотя денёк-то сегодня хороший, не очень жарко. то есть как было бы хорошо косить. И вот и не косила, и ничего толком не делала. Так только туда-сюда бегала. Всё смотрела. Дали воду, дали свет. Это вот новый лилейник, не пойму, что с ним. То ли подмёрз, то ли... не знаю. Вот руббеки. Всегда хороша. А вот на улице томата никаких пятен нету. Дети вообще в самородине были. Вот я сейчас самородину вырезала. Куст надо обновить. И здесь на улице тоже. Что там в теплице? Фитоктора и фитоктора. Наверное, обрежу все листья. Вот что бы это значило? Какая будет завтра погода? А какая разница? Если они столбой меняют. Цвет-то всё равно, значит, не будет. Может, на ночь дадут. А в теплице вот такие пятна. На листьях. То ли снять все уже томатики, которые крупные. Чтобы не пропали. Или рискнуть. Завтра посмотрим, как настроение будет. На улице нету пятен. Вот провода есть. А света нет. Такой день пропал. Ну, не пропал, конечно. Но половину часка бы скосила. В общем, кто про что, вшивы и про баню. Я устаю, когда с этой козьмой хочется скосить. И как бы неделю спокоен. Ладно, будет день. О, анимончики распускаются. Гортензия обрезала на одну почку. Думаю, чтоб она не была такая высокая. А она пока, видимо, свой рост не наберёт. Цвести не собирается. У всех уже отцветает. Наверное, к октябрю будет. Она так не особо морозов боится. Вот так целый день не хожу. Вздыхаю. О, зато как рябина хороша на солнышке. Ягоды собирать. Всё равно с ними что-то надо делать. Тут ни банки не помыть, ни пастеризовать. И посуду помыть без воды. Зато дождя-то нету. Если себя правильно настроить, то, в общем-то, и ничего страшного. А Балька говорит, всё равно что-нибудь да вырастет. Ягоды надо обрезать. Как же мы стали зависеть от цивилизации. Света нет, воды нет. Всё, все дела встали. Как-то же раньше жили. За водой ходили. По воду. С лучиной сидели. И не ныли. В общем, расслабилось человечество. Стали очень зависимые. Надо учиться жить автономно. Ну, пойдём попробуем. За водой. Не за водой. Побуду, значит, на Волгу. А косить надо учиться этой косой. И рыть колодец. Ну, колодец у нас проблема. У нас вода очень далеко залегает, глубоко. Деревня у нас на горе. А деревни, которые на Волге, там у них колодец 70 метров с лишним. А у нас скважина 150 метров. Так бы давно все колодцы вырыли. Ну, раньше-то жили. Чем мы хуже? В общем, прольёмся. И солнышко. Вот и солнышко. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА